Пользуйся чаще ушами, чем языком. Привет, я Даша. Извините за долгое отсутствие, вынужденное. Сегодня я рассказываю прочитанную за месяц. Напоминаю, это был июль 2014. Мне посоветовали книгу Костомарова. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. К сожалению, мне книжка не подошла. У меня было все время ощущение, что я читаю что-то курсовое. До такой степени она написана таким сухим, научным, скупым, совершенно нежизненным языком. Все очень более чем емко, непозволительно емко. И ощущение, что вещь написана где-то в 80-х, 90-х. Потому что то мнение, которое озвучивается в России в книге, было в ходу среди людей науки именно тогда. Сейчас найдены новые материалы, подбородана новая информация научная, археологическая, историческая, которая не совпадает с информацией тех времен. Хотя, конечно, не вправе ее судить об этой книге, потому что я ее не смогла себе заставить просто дочитать. Одолела даже не середину меньше. Далее читала... Ой, книжку не подготовила показать. Ну, я ее... Они делала дополнительное видео. Это Соколов. Старобряческие фамилии Восточного Подмосковья. Книга посвящена генеалогии, истории поисков Соколова. Он искал по линиям своей родословной и написал вот эту книгу. Очень познавательную такую и, как ни странно, живенькую. Я ждала, чтобы и скучно, и нудно. Кунин фотокаху. Вот она. Идея такая. Акунин, как и я, очень любит старые снимки. И особенно он любит смотреть на них и угадывать судьбу. И он предложил читателям своего блога прислать фотографии своих близких людей в разные периоды их жизни, желательно три, чтобы можно было видеть, как человек менялся. И писать историю об этих самых людях, которые на фотографиях. И из этого он создал книжку и предлагает читателям уже книги сначала смотреть на фотографии, догадываться о судьбах, и потом уже читать информацию и проверять, правильно или неправильно. Безумно интересная книга получилась. Что-то чрезвычайно любопытно читала я уже второй, как бы не третий раз. И действительно стоящее чтение, которое хорошо было бы в каждой библиотеке. Домашние, я имею в виду. Ну и таких, конечно, тоже. Далее. Мехосенко. Земляныр или каскад приключений. Детская книжка. В свое время я ее спасла из гаража, куда эта книга была в ссылку отправлена. Это детская такая повесть сказочная, где обычные дети отправляются в волшебную страну, отправляют их в волшебник, который когда-то из этой страны волшебной пропал. И не может сам вернуться. У него там остался брат. И вот он отправляет детей всем, чтобы они там его нашли. И те как-то нашли способ встретиться. Рекомендация такая. Давать детям читать, потому что книга нам мотивирует на то, чтобы изучать математикой, геометрией, вот такими вот науками. Далее. Донцова. Тайная связь. Его величество. Несмотря на то, что здесь персонаж, один из моих самых любимых. Павел Подушкин. Мне нравится тем, что он такой старомодный. воспитан настоящей джиантами. Игорь показалась слабенькой. Из-за хилого... Простите мне эту терминологию. Из-за хилого детективной линии. То, что я не касалась её, очень милая, славная, хорошая. Я восторгалась этими моментами. Но что касается именно детективной линии, я с самого начала поняла, кто есть кто. Игорь показался. Даже все нюансы заранее предвидела. Один там только моментики. Нет, не догадалась. И так, белый мид камешили там. Я сейчас никого не видела. Ну вот, не самая лучшая вещь у Дон Соли. Мне показалось. Кунин «Самый страшный злодей». Другие сюжеты. Всё-таки прочитала я эту книгу. Не, перечитал. Потому что в таком же издании у меня уже есть эта вещь. в библиотеке. Это книга из серии «Любовь к истории». Кто не знает. Акунин ведёт свой жж, где пишет о своей «Любовь к истории» какие-то исторические вещи, просвещая, так сказать, народ. Субъективной точки зрения немножечко. И вот серия книг «Любовь к истории» это именно подборка по 100 в жж с определённой стилистикой. Нет, не так. Подобрана под определённую тематику. И так всё очень интересно. Я читаю жж и книги, и мне всё нравится. И мне кажется, книга из этой серии просто не может быть неинтересной. Также я прочитала «Солженицын», «Архипелагулак», уже второй том. Мне остался последний. Мы уже с вами договорились. Да, что когда я прочитаю все эти томы, я сниму отдельное видео. Но это тему, чтобы каждый раз не повторяться. Это были все книги на сегодня. Чудесное вам настроение, прекрасные погоды. И пусть всё будет хорошо. Пока.